Дело о ядах. Компания по охоте на ведьмы-отравительниц, будоражившая двор французского короля Людовика XIV с 1675 по 1682 годы. Ее подоплекой была закулисная борьба военного министра Лувуа с первым министром Кальбером. Нагнетание истерии вокруг дела оверсальских отравительниц больнее всего ударило по придворным, близким к Кальберу. И не без его участия это расследование было свернуто. Инициатором раскручивания дела о версальских отравительницах выступил шеф парижской полиции Габриэль Николеды Лорейни. После подозрительной смерти в 1672 году офицера кавалерии Годена де Сен-Круа его люди нашли у покойного бумаги, компрометирующей его любовницу, маркизу де Бринвилье. Из них следовало, что ради получения наследства маркиза отравила отца двух братьев и сестру. В июле 1676 года маркиза была приговорена к подкипятьем, после чего ей отрубили голову. Казнь маркизы вызвала смятение в высших рядах французской аристократии. Поползли слухи, что недавние смерти придворных также вызваны отравлениями. Король Вильал де Лорейни разобраться, чем занимаются в Париже гадалки и алхимики, не приторговывают ли они порошками для наследников. Все подававшиеся на стол монарха Кушани отныне должны были предварительно дегустироваться в его присутствии и слугами. В 1677 году де Лорейни через некую Марий Босс вышел на отравительницу Монвуазен, которая продавала приворотные зелья и отравы женам версальских придворных. Среди клиентов Монвуазен фигурировали имена мадам де Вивон, графини Суассонской, ее сестры, герцогини Буленской и даже маршала Люксембурга. Для беспристрастного ведения расследования был учрежден особый трибунал. Огненная палата под пытками Монвуазена говорила многих, вину ей вменялись страшные преступления, включая убийство младенцев во время черных мес, которые творил ее соучастник. Аббат Гебур подразумевалось, что заказчицей преступлений являлась мадам Мантиспан, стремившаяся извести своих соперниц и вернуть себе милость короля. В феврале 1680 года Монвуазен была сожжена на костре на Греевской площади, за этим последовало еще три десятка смертных приговоров. Всего по делу проходило 400 человек. Маршала Люксембурга на время взяли под арест, а графиню Суассонскую выслали из Франции по подозрению в отравлении мужа испанской королевы Марии Луизы. Вслед за ней вскоре последует и ее сын Евгений Савойский, впоследствии опаснейший неприятель французов. Мадам Мантиспан как мать своих младших детей король пощадил, но мимо ее комнаты в Версальском дворце отныне проходил только по пути в покое новые пассии. Мадам де Ментенон, после опалы, постигшей основных фигурантов, дело было велено замять, а ключевых свидетелей заточить в отдаленных крепостях. Ниточки этого дела вели в будуары самых высокопоставленных обитателей Версаля, однако, по словам де Лорейни, чрезмерность совершенных преступлений гарантировала их от преследований. Тем не менее, дело о ядах долго будоражило воображение простого народа и исторических билетристов. Его перипетий служит фоном Гоффмановской новеллы «Мадемуазель де Скиудери». В 1955 году на экраны Франции вышел фильм об этих бурных событиях «Дело отравителей». В 2010 году вышел франко-бельгийский телевизионный фильм «Маркиза тьмы».